На аудиторию в 110 миллионов человек. Сегодня президент дал большое интервью Дмитрию Киселеву, главе Международного информационного агентства «Россия сегодня». Это один из крупнейших информационных ресурсов. Под несколькими брендами ежесуточно выходят порядка 5000 новостных материалов. Россия сегодня лидер по цитируемости среди СМИ соседней страны. Дмитрий Киселев одновременно и лицо телеканала «Россия». Ожидается, что интервью с Александром Лукашенко будет растиражировано на всех этих информационных площадках, а его фрагменты переведут на три десятка языков. Среди тем интервью – союзная интеграция, отношения с Западом, миграционный кризис и конституционное реформирование. Фрагменты интервью нашего президента о главе Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву покажем в вечернем выпуске наших новостей. К ситуации на польской границе. Сегодня стало известно, что более 140 тысяч евро для помощи беженцам выделит немецкий Красный Крест. Средства пойдут на компенсацию затрат белорусского Красного Креста, миссия которого с первого дня работает в кризисном центре в Брузгах. Также сегодня беженцы впервые ощутили на себе приближающиеся холода. Это сразу же взяли на вооружение и приняли необходимые меры службы, которые обеспечивают комфортный быт для беженцев. Как себя чувствуют обитатели кризисного центра, расскажет наш корреспондент Алексей Кряквин. Он выходит на прямую связь со студией. Алексей, здравствуйте, и вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Последний день осени в кризисном центре выдался тяжелым. Выпал снег, а многие из беженцев видят его впервые. Вдобавок сильный ветер. Визуально беженцев стало меньше. За эти недели часть из них воспользовались возможностью улететь на родину, чтобы воспользоваться альтернативными путями попасть в Европейский Союз. А те, которые остались и намерены идти до конца, подстраиваются под современные условия и обустраивают, если можно так сказать, свой быт. В логистическом центре для них стараются создать максимально комфортные условия и температуру. Сейчас это важно. Здесь много детей. Для этого задействованы дополнительные обогреватели. Но лишнее одеяло тоже не помешает. Сегодня сразу тысячу штук передали от управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Конечно, это не та помощь от ООН, на которую рассчитывают эти люди. Для них гораздо важнее, чтобы представители авторитетной международной организации приложили максимум усилий, чтобы беженцы смогли наконец оказаться по ту сторону колючей проволоки, не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Но пока только одеяло. Впрочем, одежда, обувь, постельные преднодлежности – всего этого сегодня благодаря белорусскому красному кресту и гуманитарной помощи, которая продолжает поступать со всех уголков страны, всего этого в достатке. Передают сладость и игрушки для детей, краски, фломастеры. Сегодня стало известно, что немецкий Красный Крест перечислит белорусскому Красному Кресту более 140 тысяч евро. Это не лишняя поддержка. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов. Часть необходимых беженцев товаров предприятия передавали представителям гуманитарной организации под честное слово – без оплаты. Кроме того, сбор денег продолжает Международный Красный Крест. Речь о 9,5 миллионах швейцарских франков. Правда, белорусская организация получит лишь две трети этой суммы. Оставшуюся часть распределят между Литвой и Польшей. Дойдут ли они до беженцев – большой вопрос. Судя по сообщениям из литовских лагерей, куда помещают отловленных и избитых мигрантов, условия там невыносимые – голод и антисанитария. Естественно, в зависимости от того, какое участие стран в этом процессе, тому будет пропорционально выдаваться. Окончательных цифр, которые будут выделяться для Беларуси, мы не знаем. Но мы готовимся где-то в районе на 6 миллионов запросов, как минимум, то, что мы сейчас составляем. Но по факту, я еще раз говорю, пока призыв только чрезвычайный объявлен, поэтому какие окончательные суммы будут неизвестны, мы даже не знаем. Это максимальный потолок, на который рассчитывают собрать денег. А фактически, какая сумма будет собрана, та будет пропорционально разделена. К слову, за все это время беженцам передали 112 тонн гуманитарной помощи – продукты, теплые вещи и обувь, постельные принадлежности. Для оперативного оказания помощи сегодня открыли стационарный медицинский пункт. Он будет работать круглосуточно и оснащен всем необходимым, в том числе и кардиографом. Обращаются к медикам чаще всего с детьми, а также, чтобы получить информацию о тех, которые сейчас в больнице в Гродно. Часть людей, которые были здесь, в этом логистическом центре, покинули пределы Республики Беларусь и направились на свою родину. И если вы заметили, мы не ставим целью каждого посчитать, пересчитать каждого человека, который здесь находится, но визуально видно, что их количество уменьшилось. Как и сказал президент, никто здесь силой действительно никого не удержит. У кого в порядке документы, у кого есть финансовая возможность, они могут разместиться в любой из гостиниц, в том числе и здесь, в транспортно-логистическом центре. Мы понимаем, что люди, которые остались вот здесь, они в безвыходной ситуации. Некоторым требуется постоянная медицинская помощь. Например, как к этой семье Валаа с больной матерью стремятся в Германию. Старшая женщина инвалид. У нее одна почка и та донорская. Много других хронических заболеваний. Не до конца прошли последствия польских водометов. Женщины попали под струю. В Германии их ждет сын и брат. Есть условия и возможности. Сын ждет, он все решит, он работает и живет в Германии. В кризисном центре готовится к понижению температуры. Нормальная в нем 12 градусов. После размещения людей установили дополнительный обогреватель. И сейчас там около 20. И есть возможность поддерживать ее даже в случае ночных заморозков. Коллеги? Алексей, спасибо. Держите нас в курсе событий. Польша нарушает не только международные законы, но и собственную конституцию. Под полное бесправие попали правозащитники и пресса. Режим ЧП, который запрещает их работу в приграничной зоне, стекает уже послезавтра, но продлят его в обход конституции. Польское правительство фактически продавливает через Сейм и Сенат поправки в закон о защите границы. Теперь коменданты пограничных зон и застав по своему усмотрению смогут блокировать любую активность прессы и правозащитников. За непослушание грозят аресты и штрафы. Это в демократичной Польше, которая так рьяно говорит о свободе слова и соблюдении прав человека. Правящая партия накануне заявила, что журналисты могут по глупости или злому умыслу нанести вред интересам польской безопасности. По оценке экспертов и правозащитников, практика затыкания ртов и беззакония возвращает польское общество к диктатуре и тоталитаризму. Начало прошлого века. Ответственность за это лежит на правительстве, которое намеренно и системно атакует журналистское сообщество. А это видео объясняет, почему так действует польский режим. Несмотря на зачистки, в сеть попали душераздирающие кадры. Беженец со слезами умоляет не разлучать его семьей и помочь. Развязка уже не удивляет после всех бесчинств на польской границе. Силовики поступают как бездушная карательная машина. Мужчину силы упаковали в машину и увезли в лагерь для содержания беженцев. А условия там сродни концлагерям. Гуманитарный кризис на польской границе – это лишь один из рычагов попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, уверены эксперты. Мир становится многополярным. США больше не глобальный лидер. Центр силы сместился в восточнее. Для штатов эта ситуация как красная тряпка. Для БК налицо попытка удержать власть, а значит нужно вывести из игры Россию. И давление происходит через Беларусь, но чужими руками. Польша – мировой провокатор. Все прекрасно понимают, что ничего Польша не решает. Решают все ее заокеанские партнеры, которые управляют и диктуют повестку Дня Польши. США, понятно, для чего такая ситуация. Потому что единственное, что сейчас существует, как говорил глава государства, балкон, который наша страна осталась. Украина на сегодняшний день та, которая уже по большому счету находится в этом замесе. И ее уже невозможно считать, что она будет принимать решения. Прибалтика, она уже вся в НАТО. И осталась одна наша страна, как какой-то балкон, тот камень преткновения в горле, который есть в США. Поэтому, естественно, происходит это давление на нашу страну с тем, чтобы каким-то образом воздействовать на и наше население, наших граждан, и на нашу экономическую составляющую. Польша действует самостоятельно только тогда, когда у нее есть какая-то определенная выгода. За ними стоит старая англосаксонская идея еще 2019 года подписания Версальского мира, по которой Польша должна была играть определенную роль вот в этом кордоне между Востоком и Западом. И Польша охотно сейчас эту позицию отыгрывает. Европа вряд ли будет предлагать новые пути. К сожалению, они стоят на позициях таких закостеневших старых. Поэтому будут дальнейшие угрозы санкции. Будут, конечно, какие-то секторальные санкции по отношению и к Белоруссии, и к конкретным людям, которых они сочтут виновными. Ну и будет попытка, вот это я считаю такой опасный момент, его нужно отметить. Будет попытка поднять на ноги так называемую белорусскую оппозицию. И многие действия официальной Варшавы не находят поддержки у собственного народа. 62% поляков считают, что их страна движется в неправильном направлении. Таков результат опроса от Центра исследования общественного мнения. Действия властей, которые определяют курс развития как внутри страны, так и сотрудничества с другими государствами, поддерживают лишь 23%. 16% не смогли ответить на вопрос. Остальные поляки критически оценили ситуацию в стране. Негативное отношение народа к власти Польши сохраняется с сентября и с того времени только растет. Вряд ли действующую власть поддержат на следующих выборах. Верховная Рада Украины убьет малый бизнес налоговым законопроектом, считают физические лица и предприниматели. Они собрались на митинг перед офисом президента в Киеве. Представители бизнеса заявляют, что после введения кассовых аппаратов они не смогут продавать остаточный товар, накопившийся за 30 лет коммерции, так как закупки проводились без первичной документации. Такого товара на украинских рынках больше 80%. Протестующие требуют, чтобы парламент рассмотрел их версию законопроекта. Кассовые аппараты будут использовать только определенные группы физических лиц и предприниматели. Протестующие сегодня и в других местах Украины. Люди прикрыли трассу Киев-Чоп в 90 километрах от столицы. Протестующие требуют снижения цен на коммунальные услуги. Люди скандируют стоп-тарифный геноцид. На смену дождливому циклону «Бенедикт» в Беларусь пришел неустойчивый холодный балтийский воздух, что повлекло за собой снегопад с метелью и гололедом. По всей стране оранжевый уровень опасности. Раньше всего осадки пошли в северном регионе страны. За одну ночь в Витебске выпала декадная норма. Если на дороге выезжала техника, то тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам приходилось убирать вручную. Уборочные работы продолжаются до позднего вечера. Пик непогоды отступил, но сложные условия еще сохраняются. Снега много. Ставим на кучи, на валы. Потом у нас люди еще будут до пяти часов оставаться. Кто-то вышел позже и будут работать, чтобы город был чистый. Сложные погодные условия сохранятся сегодня до конца дня. На большей части территории пройдут снегопады. Ожидаются метели. Во многих районах ожидается усиление ветра поройми до 15-20 метров в секунду. И гололедица на дорогах. Критическая ситуация сейчас на дорогах. Страны нет, однако. Каждый час ГАИ фиксируют дорожное происшествие. Наиболее уязвимы на дорогах лихачи и невнимательные водители. Один из таких в Минской области на загородной дороге не справился с управлением и оказался в Кювете. Понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь водителя из авто. Он в больнице. Проводится проверка, но уже известно, что водитель не имел прав. Основные причины дорожно-транспортных происшествий в зимний период – это, конечно же, несоблюдение скоростных режимов и невыбор безопасной скорости в соответствующих дорожных условиях. Также дистанция и резкие движения, резкое изменение направления движения, маневры, которые приводят к неуправляемым заносам. Дорожные службы просят водителей и пешеходов не препятствовать уборке снега. А госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря водители обязаны использовать зимние шины. За этим будет особый контроль. Коронавирус в нашей стране медленно, но отступает. Обнадеживает и ежедневная статистика – выздоровевших по-прежнему больше, чем заболевших. Больницы поэтапно возвращаются из ковидного режима. На этой неделе Гомельская область выводит из красной зоны 170 коек. Завершается санитарная обработка помещений. Один из корпусов госпиталя инвалидов Отечественной войны был полностью перепрофилирован в инфекционный стационар. Всего 250 коек. За время очередной волны здесь пролечили полторы тысячи человек. Режим красной зоны сохранялся до тех пор, пока не выписался последний пациент с коронавирусом. Это уже четвертая волна. Она была для нас более короткой, но более жесткой и более тяжелой. Потому что пациенты, к сожалению, поступали тяжелее, чем в остальных раз. И они были довольно тяжелы и в лечении, и в выздоровлении. И мы столкнулись с такой проблемой, что пациенты почти все нуждались в кислородных поддержке. Дезинфекция, кварцевание, проветривание. За полтора года санитары делали это уже трижды во время каждой из предыдущих волн. За последние две недели регион вернул в зеленую зону. Девять районных и две городские больницы, а также областные онкологические, кожно-венерологические диспансеры. Историческое событие в Барселоне. Храм святого семейства украсила гигантская 12-конечная звезда. Конструкция из текстурного стекла засияет уже через неделю на башне Девы Марии. Но она меняет облик не только храма, но и всей Барселоны. Саграда фамилии возводится по проекту Антонио Гауди уже почти 140 лет. На частное пожертвование до пандемии планировалось, что строительство завершится в 2026. В столетнюю годовщину со дня смерти архитектора. Сейчас точные сроки окончания работ не называются.